Приветствую, друзья! Что-то потянуло меня в последнее время на броне девайсы, не как апокалипсис надвигается. Сперва заинтересовался защищенными смартфонами, потом прикупил неубиваемый планшет, ну а теперь вот держу в руках часы, которые защищены чуть ли не от всего на свете. Воды, ударов, температуры, давления и так далее. Даже название соответствующее у модели имеется. Танк Т2. Звучит мощно, выглядят эти часы уверенно, но что же в реальности они умеют и для кого подойдут, в этом и будем сегодня разбираться. А итак, технические характеристики вы можете наблюдать на экране, ну а мы давайте посмотрим на упаковочку. Она здесь яркая и информативная, есть изображение часиков и конечно же расписаны во всех красках преимущества модели Коспе Танк Т2. Что самое интересное, на мой взгляд, это расширенная гарантия 2 года. Это здорово, если сам производитель уверен в своем устройстве настолько, что дает гарантию вдвое больше, чем у конкурентов. Также на коробке можно найти основные технические характеристики, ну и различную информацию о защите. Что интересно, коробочка у нас не обычная, а такая вот в виде книжечки. В дальнейшем ее будет удобно использовать для хранения различных ремешков, инструмента. Тем более, что комплектация здесь весьма щедра. Что у нас, значит, интересного по коробочке. Ну, собственно, видим внутренние части описания тестов, которым подвергались часы при испытаниях. Такие есть стандартные, как механические удары, вибрации, ну и более изощренные пытки. Это солнечное излучение, давление высокие и низкие температуры, воздействие различными жидкостями. В общем, много-много всего. Насколько это правда, как бы я судить не берусь, но использую их без телячьих нежностей уже около месяца и никаких негативных последствий не обнаружил. То есть душ, бассейн с хлорированной водой, жесткий контакт с инвентарем в тренажерном зале. Любовь к погрызке любопытного щенка. Это мой личный набор реальных тестов, которые танк Т-2 успешно прошел. Итак, как вы уже могли заметить, часы комплектуются сразу двумя ремешками. Классический металлический браслет из нержавеющей стали и спортивный силиконовый ремешок. Для металлического браслета есть несколько запасных штифтов, а также есть взвенья для того, чтобы увеличить размеры. Для этого также предусмотрен специальный шпилькосъемник, то есть никакого дополнительного инструмента вам покупать не надо. Ну и конечно же есть зарядное устройство и инструкция пользователя. Да, и еще, кстати, есть даже бонус в виде защитного стеклышка. Вот такое вот стеклышко. Ну, собственно, защитное стекло, кстати, я пока не устанавливал. На мой взгляд, это уже излишняя какая-то предостороженность. Хотя, если работаете руками, есть риск частых ударов, то можно, конечно, дополнительно обезопасить экран. Тем более, он относительно как бы безеля углублен. То есть, если вы поставите защитное стеклышко, оно туда проваливается и как бы не будет цепляться за края или вы не будете цеплять его пальцами. Зарядное тоже, кстати, хочется похвалить. Оно сделано в виде шайбы и это существенно облегчает зарядку. То есть, мы просто для установки подносим. Оно у нас примагничивается, удерживается магнитом достаточно надежно. Ну, и, собственно, таким образом подзаряжается. То есть, не надо там угадывать, какой стороной подключать и так далее. Классная, удобная зарядочка. Так, давайте мы вот это вот все лишнее уберем. Посмотрим на внешний вид и элементы управления. Ну, на мой взгляд, часы выглядят надежно, выглядят дорого. Ну, и лучше всего, конечно, они смотрятся в комплекте с металлическим браслетом. Вот так вот это все выглядит на руке. Для тех, кто любит массивные такие хорошие прям мужские котлы, ну, именно это вариант. В таком виде дизайн ощущается завершенным. Хорошо сочетается с повседневной одеждой. И сразу хочу отметить такой момент, что с металлическим браслетом часы могут неплотно прижиматься. То есть, неплотно, как бы, быть на руке. За счет этого точность показателей некоторых падает. То есть, на мой взгляд, этот ремешок можно использовать на повседневной основе. В том случае, если вы, как бы, не интересуетесь функциями спорта и мониторингом здоровья. То есть, часы будут использоваться для уведомлений, для разговоров. Ну, и, собственно, как стильный хронометр. Хотя, если поиграться с настройкой, здесь можно, допустим, в моем случае удалить еще одно звено. Тогда уже будет плотная посадочка. И, в принципе, можно даже использовать и для спорта. Но, лично, я вот ношу с металлическим ремешком, когда часы немного болтаются свободно. То есть, как классику. Без сильной затяжки, скажем так. Без сильной фиксации. Часики довольно увесистые. Приятно ощущаются на руке. Но они реально эффектно выглядят. Вызывают у окружающих интерес. Корпус отлично защищен от ударов. Ну, а металлический безель выступает над поверхностью экрана. Застежка здесь надежная. И саморастегивание исключено. Еще раз давайте покажу, как здесь все работает. То есть, она вот двойная фиксация. Значит, чтобы снять часы, необходимо сначала поднять фиксатор. Вот таким образом фиксатор работает. После этого уже нажать на выступающие ушки. И вот таким образом расстегнуть браслет. Да. Регулировка не сложная, как я уже говорил. Штифтосъемник. Пожалуйста. То есть, как это работает. Мы откручиваем, вставляем в штифт, вот к отверстию сопоставляем с иглой и, собственно, закручиваем, выдавливая этот штифт. Для спорта и точного мониторинга показателей, конечно же, лучше использовать мягкий силиконовый ремешок. Он обеспечивает более плотную посадку и гораздо будет удобнее в активностях. Благо, сама замена ремешка занимает буквально пару секунд. То есть, очень и очень просто. Вот мы уже сняли. Ну, теперь, собственно, одеваем новый. То есть, этот у нас идет на верхнюю часть. Этот идет у нас на нижнюю. То есть, как видите, это заняло буквально несколько секунд. Поэтому можно запросто их менять туда-сюда. Например, на тренировку надевать силиконовый ремешок. Ну, а на работе носить металлический. Что касается управления, то здесь для этих целей предусмотрен сенсорный экран. Ну, а также две физических кнопки с правой стороны. Небольшой реверанс в сторону спорта. Это ярко-оранжевая раскраска. Выглядит не пошло, но и не скучно. С левой стороны у нас ничего так нет. Есть отверстие для микрофон. Кнопки, на мой взгляд, размещены очень грамотно. То есть, когда часы на руке, как бы вы не работали рукой, получается, кнопки немного разнесены по сторонам. Поэтому случайных касаний, вот, например, как у меня это было с часами Masks Oasis X, такого здесь нет, не будет. Ремешочек мягенький, классный. Вообще практически не ощущается на руке. Если вы любите спать в часах, то также это будет ваш выбор. То есть, в металлическом, ну, не очень удобно. Прямо скажу, спать. Застежечка здесь также очень надежная. С двойным колечком для фиксации. То есть, вот, хлястик будет, можно вот так вот чуть-чуть даже в стороночку. И, получается, будет у вас все надежно зафиксировано. Хлястик не будет цепляться. И часы сами не расстегнутся. Плюс, опять же, плотный контакт. То есть, если надо пульс померить, насыщение крови кислородом, то это да. Это вот оно. Далее. Посмотрим, давайте поближе на дисплей. Потому как яркий и контрастный AMOLED дисплей здесь, это действительно фишка в часах. Ну, и, по сути, в любых часах это уже половина успеха. То есть, какими бы ни были часы, часы крутыми, да. Но если мы сэкономим, возьмем в них, установим плохой экран, то и, соответственно, ощущение будет от часиков соответственное. Такое же. Ну, и, конечно же, главная фишка всех AMOLED дисплеев, это настоящий глубокий черный цвет, благодаря чему циферблаты выглядят очень контрастно, реалистично. Ну, и максимальная яркость здесь хорошая. Ее достаточно для использования часов в любых условиях. Даже под открытым небом циферблат хорошо различим, хотя, конечно, цвета немного блекнут. Еще одно преимущество AMOLED дисплеев, это низкое энергопотребление, которое позволяет использовать функцию Always On Display, то есть режим, в котором часы не тухнут и постоянно отображают время. Есть AOT с цифровым и аналоговым циферблатом, включаются они отдельно через настройки и дополняют основной циферблат. Да, то есть вот это, допустим, у нас основной, а как бы AOT будет, например, цифровой. Да, то есть этот будет у нас в активном, а AOT будет в пассивном режиме. Ну, давайте посмотрим, что умеют часы Cosped Tank T2. Главный экран это же у нас, конечно же, циферблат. Если длительно на него зажать, то мы можем выбрать из нескольких предустановленных вариантов. Ну, конечно же, больше их разместили в памяти смартфона, то есть в приложении вы можете через приложение дополнительные циферблаты поставить на любой вкус. Их там больше сотни, цифровые, аналоговые, гибридные и есть даже возможность установить свое изображение. Выше циферблата разместили панель быстрого доступа. Здесь можно оперативно отрегулировать яркость, включить режим не беспокоить, беззвучный или экономию энергии. Также с помощью ярлычков мы можем в одно касание включить или отключить жест, посмотреть время, Bluetooth соединение для разговоров и просто перейти в режим настроечек. Также это все удобно делать через эту панельку. Ниже циферблата у нас отображаются уведомления из заданных приложений, мессенджеров. Ну и, собственно, если, конечно, будет длинное сообщение, то оно обрезается. Тут, по-моему, чуть больше 100 символов помещается. Собственно, но, как бы, видим, Кириллиса поддерживается и основную информацию мы получить из сообщения можем. Правее от главного экрана будут расположены карточки быстрого доступа. То есть, первая у нас идет активность. Кроме текущих показателей, она также дает информацию о пройденных шагах в течение дня и есть статистика за текущую неделю. Следующей карточкой у нас идет сон, трекер сна. В принципе, здесь рассчитывается общая продолжительность сна, ну а также по, скажем так, по фазам. То есть, глубокий сон, быстрый сон и так далее. Точность, кстати, хорошая. Часы корректно определяют время засыпания, пробуждения. Они безошибочно реагируют на ночные пробуждения и дают понимание, насколько хорошо вы отдохнули. Следующая карточка идет пульсометр. При его открытии начинается автоматическое измерение пульса. То есть, если у вас стоит постоянный мониторинг, как у меня, вы еще увидите суточный график, а также минимальный и максимальный пульс в этот день. Точность измерения в покое неплохая. Я сравнивал с показателями медицинского наплечного тонометра. Следующая карточка отвечает за измерение оксигенации. Принцип тот же. Текущие показатели, суточный график, минимум и максимум. Далее у нас идет карточка с артериальным давлением. Давление не измеряется автоматически, только в ручном режиме. При этом нужно плотно затянуть ремешок и сидеть спокойно, не двигаясь и не разговаривая. Давление измеряется расчетным методом по кровотоку и пульсу. Поэтому точность весьма средняя. Если у часов Samsung Galaxy есть калибровка и в итоге мы можем получить хороший точный результат, то здесь используются усредненные данные. Точность весьма гуляет. От почти полного совпадения до промаха на 10-15 единиц. В общем, для медицинских целей такие измерения, конечно, не годятся. Погода тут как бы без комментариев. Ну и также мы можем добавить еще какие-то карточки быстрого доступа. Например, можем добавить тренировочку, можем добавить телефон или, допустим, управление музыкой. Так, выйдем на главный экран. Слева от него мы уже можем увидеть меню со всеми установленными приложениями. Ну и рассмотрим наиболее интересные. Конечно же, это функция телефон. Она позволяет принимать, осуществлять исходящие звонки при помощи часов. Причем для этого не нужна отдельная сим-карта. То есть, часы как бы работают при помощи Bluetooth-соединения. И используют они карту смартфона. Это имеет как свои плюсы, так и минусы. Плюсы, да, это не нужно покупать отдельную симку. Не надо устанавливать часы энергозатратный радиомодуль. И, как следствие, не страдает автономность. Ну а минусы, это то, что смартфон для разговоров должен находиться в радиусе 50 метров. То есть, выйти на пробежку только в одних часах, без смартфона и поговорить по часам не выйдет. Собеседника слышно хорошо. Разговорный динамик не закрывается рукой, как в тех же Masks Oasis X. То есть, видимо, даже если рукой кожа закрывает плашмя, то здесь идет под таким углом, что звук все равно будет нормально распространяться. И вы не услышите глухого бубнижа, а нормально сможете поговорить. Микрофон также хороший, то есть, меня слышат отлично. Вообще никаких вопросов в этом плане нет. Далее, что тут интересного. Ну, большинство функций мы уже посмотрели. Музыка. Ну, понятно, да, очень также удобная функция. Дистанционное управление плеером. То есть, на пробежке в тренажерном зале, когда смартфон там лежит где-то на полочке, удобно переключать треки без того, чтобы отвлекаться. Прямо на дорожке бегаю и переключаю треки. Если кто пользуется ассистентом, здесь есть также голосовой помощничек. Пожалуйста. То есть, узнать погоду, опять же, включить или выключить музыку, управлять устройствами через систему «Умный дом» можно просто, сделав соответствующую команду. Для снижения стресса есть дыхательные упражнения. И это, на мой взгляд, забавно. Ведь сами часы уровень стресса определять не умеют. Ну, и, само собой, есть различные полезные инструменты. Вроде бы таймер, секундомер, фонарик, поиск телефона, даже калькулятор. Вот. Это всё как бы базовый набор. Ну, а теперь давайте взглянём на настройки. Тут, в принципе, много тоже интересного. Ну, помимо стандартных, типа там циферблаты и темы, язык, дата, время, здесь есть и некоторые интересные моменты. Например, автоматическое определение тренировок. Часы умеют определять пять видов тренировок. Это ходьба, бег, езда на велосипеде, эллиптический тренажёр и грибной тренажёр. Если включить, при определённых действиях часы вам предложат включить запись тренировки. Бывает полезно, если вы забыли, например, занимаетесь бегом, то есть побежали, забыли включить, часики вам напомнят. Яркость, время отображения информации, это понятно. Звук, сила вибрации, вот это уже поинтереснее. То есть, если зимой, например, много одежды, можно увеличить силу вибрации, в то время как летом, например, его уменьшить. Не беспокоить функцию можно настроить по расписанию, либо ручным режимам. Ну и также системные настройки, такие как перезагрузка, выключение и сброс до заводского состояния. Ну, скажем так, самый-самый базис. Теперь немного хочу рассказать о спортивных режимах. Их можно использовать двумя способами. Запустив на смартфоне, тогда будет записываться трек перемещения, или запустив вот прям с часов. Всего здесь более 70 программ, хотя они, как обычно, друг друга дублируют, ну, по показателям в основном. Ну, в основных могут быть какие-то небольшие различия. Например, бег на улице может использовать GPS со смартфона. Естественно, бег на беговой дорожке GPS использовать не будет. Ну и так далее. Ну, на примере беговой дорожки, вот вы можете сейчас видеть на экране, что показывается. То есть, пульс в режиме реального времени, темп, расстояние, время тренировки. А в самом приложении уже можно посмотреть более детальные данные, в том числе и график пульса. По поводу точности есть неприятная особенность. При повышении нагрузки, например, в начале бега, происходит что-то вроде калибровки. В это время часы поднимают пульсы до значений более 180 ударов и начинают понемногу снижать. Буквально через пару минут, выходя на реальный уровень показателей. В итоге на графике видим резкий скачок пульса, которого в реальности, естественно, не было. Ну, а далее измерение проходит уже довольно точно. По крайней мере, сравнивал я с той же дорожкой беговой, там встроенный пульсометр и всё, в принципе, совпадает. Но опять же, периодически эти скачки, они случаются, повторяются. То есть, может через 20 минут повторится, может через 30 минут. Вот их видно на графике. В общем, далеко не однозначные впечатления. Какой-то здесь недоработанный алгоритм измерения. Ну, если коснулись возможностей приложения, то давайте посмотрим на его возможности более детально. Приложение, ну, очень простое. По функциональности находится примерно на уровне ZEP Live. То есть, есть главная страница с общими показателями. Детальные данные по каждому из разделов. Это шаги, пульс, сон. Как обычно, показатели пользователю доступны за любой день или промежуток времени. Неделю, месяц. Пример тренировки с часов я уже показывал. А теперь посмотрим на тренировку, записанную именно со смартфона. Так как на улице с них и лёд, то, конечно, я не бегал. Прошёлся и включил тренировку ходьба. Теперь подтянулись данные с GPS. Я получил не приблизительный, а точные показатели. То есть, расстояние, темп. Кроме прочего, рисуется и трек передвижения на карте. Кроме графика пульса, добавляется график скорости и график высоты над уровнем моря. Бах с неопределённым скачком пульса никуда не делся. Как видим, по графику, просто посреди прогулки взлетел пульс до 180 и потом снижение до нормальных реальных показателей. Ну, в общем, такой вот глюк. Сообщил я о нём в техподдержку. Возможно, с обновлением пофиксят. Как бы это не исключено. Идём к настройкам. Здесь интерес представляет возможность загрузить сторонний циферблат. Коллекция неплохая. Всего циферблатов больше сотни. И, судя по всему, периодически коллекция пополняется. Можно создать свой, использовав любое фото или картинку. Также здесь можно настроить параметры автоматического измерения пульса, оксигенации, настроить уведомления из приложений и оповещения о входящем звонке. К слову, поддерживается уведомление из абсолютно любых приложений. То есть, есть уже готовый список популярных мессенджеров и соцсетей. Но если там чего-то не нашли, то открывается весь список и выбирается любое приложение со своего смартфона. Это пуш-уведомления. Так, ну что ж, в целом, Коспед Танк Т2 не выделяется чем-то экстраординарным в плане функции здоровья и спорта. То есть, это скорее такие вот повседневные часы для обычного пользователя. Стандартный базовый набор. Шагомер, пульсометр, оксиметр, уведомления на экран и так далее. Главное преимущество – это, конечно, чёткий и яркий AMOLED-экран и функция разговоров. Конечно же, это усиленная защита от агрессивных факторов в окружающей среде. И, на мой взгляд, при этом часы отлично сочетаются с повседневным стилем одежды. Ну и как бы два ремешка, да. Вот такой ремешок – это тоже, конечно, очень круто. С ним часы выглядят ещё интереснее. Да. Нержавеющая сталь, закалённое стекло. Из того, что понравилось лично мне – это внушительная автономность. С учётом постоянных автоматических измерений, то есть показателей здоровья, плюс тренировки у меня, там 2-3 в неделю, большое количество звонков, уведомлений, часы работают по 12-14 дней без подзарядки. В сравнении с какими-то часами на Wear OS, которые требуют подзарядки через день, это прям расслабон. Да. Ну, хотя, конечно, там и по функциям куда серьёзнее, да. Из недостатков отмечу глюк с измерением пульса на тренировках, отсутствие GPS, ну и то, что они умеют измерять уровень стресса. Также можно отметить достаточно высокую цену, но если учесть степень защищённости, а также расширенную комплектацию с браслетом из нержавеющей стали, инструментом, то, в принципе, вроде как уже и норм. В общем, на этом всё. Если есть вопросики, задавайте в комментариях. Постараюсь ответить. Если видео было вам полезно, ставим лайки. Подписываемся на мой канал. С вами был Злой. До новых встреч.